Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст, и это новая рпшечка по фарминг симулятор 17. Находимся мы на карте Курай, и сегодня мы поведаем вам историю, как Антошка помог Петровичу. Ну, для него он будет дядя Миша. В общем, всё началось одним прекрасным днём, время такое обеденное. Наш Антошка помогал заготавливать дрова для бабушки. Вот тут он, видите, уже пилил. И так что давайте продолжать. Антошка пилит. Напилил Антошка, в принципе, уже так достаточно много деревьев. Это уже второй КамАЗ ему приехал. Вот, он уже так порядком, знаете, устал, но дела-то нужно делать, поэтому бабушке нужно помогать. Поэтому он продолжает. И тут у Антошки звонит телефон. Кто же это мог быть? Антошка поднимает трубку, а это дядя Миша. Здравствуйте, дядя Миш. Привет, Антошка. Как у вас дела? Это вообще плохо, вот на тракторе застрял. А что за трактор у вас? МТЗ-80. А это у вас же не было вроде трактора здесь. Вы же переехали на Керасинов с Мангустом. Да это я трактор Мангуста взял, который он восстановил. А, слушайте, я даже его еще не видел, как раз и посмотрю, что там получилось. Дядь Миш, а где вы застряли, в каком месте? Да вот здесь, на краю села подъезжаю. А, это с вашей стороны, где ваш дом, да? Да-да-да, тут 100 метров буквально. А, ну все, понял. Дядь Миш, ну у меня только моя копейка, я сейчас, это, как бы не работаю в колхозе, поэтому тракторов нет. Давайте на копейки попробую вытащить вас. Да-да-да, тут я, в принципе, не сильно застрял. Ага, у вас СЭПК там есть, да, около дома? Да, есть. Все, замечательно, все, сейчас буду. Давайте, до связи. Так, ребят, ну что? А, в общем, нужно дядь Миша помочь. Если кто не понял, дядь Миша, это Петрович. Просто для Антошки он же не будет Петровичем, да? Это дядь Миша. Так что, ребят, давайте. Антошка быстренько сел, долго не раздумывая, в свою копеечку, и поехал выручать дядю Мишу. Так, надо только свет включить. Вот, и, ребятки, забыл в начале ролика сказать, обязательно ставьте лайки и пишите ваши топовые комментарии, которые будут достойны попасть в следующий ролик. Сегодня попали вот эти вот ребята. Ребят, пишите интересней, интересней. Просто многие спрашивают, как попасть в видос. Ребят, пишите интересней, и ваш коммент пролайкают другие зрители, и, естественно, вы попадете в следующий ролик. А еще обязательно пишите идеи для новых РПшечек. Вот эту идею, допустим, мне предложил Мирон. И вот, спасибо ему огромное, эта идея прям реально очень мне понравилась, и я вот ее снимаю. Так, ребят, тут кому-то плохо стало. Вот, смотрите, скорая стоит. Надеюсь, все нормально, видите, с мигалками. Что-то, походу, кому-то, может, действительно плохо будет. Вот, ну что, давайте подъезжать к домику Петровича, посмотрим, что здесь за техника. Так, включаем поворотничек. Я так понимаю, мне нужно будет задом сюда заехать. И вот она, ребят, легендарная. Вот это, тут просто легендарные. Вообще, вот эти места. Это, кто не узнал, ребят, да я думаю, все узнали, что это за карта. И пишите, кстати, в комментариях. Давайте посмотрим, кто узнал эту карту. Кто из прям, я не помню, вначале я сказал, что мы находимся на этой карте или нет. Ну, в общем, кто и узнал эту карту, обязательно в комментариях пишите. Так, а где сцепка-то, блин? Что-то, подождите, я не вижу сцепки. Так, алло. Что-то я не вижу. Так, ребят, что-то реально я не вижу сцепки, блин. Может, о, муравей, вот это да, муравейчик, блин. Надо что-нибудь с ним обязательно снять. Так, ну серьезно, я почему-то не вижу сцепки, что за дела? Как так? Так, надо позвонить дядю Мишу, давайте наберем номер. Алло, дядю Мишу. Да. Слушайте, я вот приехал к вам, а сцепки не вижу, где она находится. Да там где-то должно быть, за забором посмотрим. Или под дому. За забором? Ну, давайте посмотрим. Так, ладно. Давайте посмотрим. А, все, да, дядя Миша, она здесь. Все, спасибо. Так, ладно, ребятки, все, сцепочку нашли. Давайте теперь цепляться. И поедем вытаскивать. Интересно, вот вытащат ли реально, почему мы сегодня пробуем именно вот эта идея? Идея такая была. Идея то, что попробовать вытащить трактор на легковой машине. Если, конечно, нам удастся вытащить, то будет зашибись. Если не удастся, то мы посмотрим, что сделаем дальше. Так, поехали за дядей Мишей. Так, едем. Долбит нормально. Что тут у Антошки внутри, давайте посмотрим. Фига, мне кажется, он немножко оттюнинговал копейку. Мне кажется, вот этого креста здесь не было. Так, что у нас сзади? Ну, как всегда, коллаж. Пять таких супер-пупер колонок, которые просто всю деревню, мне кажется, вся деревня на ушах стоит, когда Антошка пробует звук на всю. А, вот. Вот, дядь Миша, где? Так, ну ни черта себе он тут посадил МТЗ. Так, дядь Миш, ну чего? О, вот это вы тут выдаёте. Эту лужу, кстати, уже давно надо было засыпать. А её всё никак не могут засыпать, блин. Так, ну что, дядь Миш, давайте за руль трактора. Вы там это, не утонете. Так, аккуратненько. Ага, тут. А, хотя ладно, что там, дядь Миша-то переживает. Сейчас баньку сходит после этого. Так, ну что, давайте цеплять всё это дело. Так, сейчас, 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 сейчас. Мне бы тут самому, на самом деле, не застрять, потому что у Антошки копейка такая, знаете, не особо, я бы сказал, высокая. Сейчас тут аккуратненько всё объедем. Особую тачку тоже запачкать неохота. Так, и давайте сдаём назад. Так, дядь Миш, скажите, когда там это всё? Хорошо. Ага. Так, аккуратненько сдаём назад. Так. Всё нормально? Ещё, ещё. Чуть-чуть. Да, ещё давай. Ещё. Ещё. Окей. Всё нормально, да? Ага. Так, всё. Всё, я готов. Так, давайте пробовать. Давайте пробовать. Так, я сейчас даю полный газ. Ну-ка, попробуй, да, вот, пусть дядь Миш чисто погазует. Ребят, смотрите, реально, вот машина сидит. То есть теперь, ну, трактор всё сидит. Теперь я даю газу. Так, неужели поедет? Так. Давай, 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 давай. Так, слушайте, ну нормально. Оп. Оп, всё, вытащили. Ну, ничего себе. Нормально, слушайте. Семёрочка. Семёрочка смогла вытащить. Вот это, вот это удивительно. Вот это реально, кстати, очень удивительно. Что, ну, мне кажется, лужу. Просто небольшая, да? Лужа небольшая. Дядь Миша, давайте попробуем проверить вообще мощность. Ну, насколько, насколько семёрка мощная. То есть, насколько она сможет вытащить вообще вот МТЗ. Раз вы взяли у Мангуст трактор потестирует, давайте потестируем по полной. Поехали на лужи, которые находятся возле коровника. Поехали там сделаем. Тест драйв, так сказать. Поехали. Так, ребят, поехали. Потому что, как бы, мы вытащили, но здесь лужа небольшая была. А вот интересно, сможет ли вот эта легковая машина вытащить именно в серьёзной такой ситуации, когда, ну, прям, нужна именно мощность и такой привод, полный привод, чтобы все четыре колеса крутились. У нас здесь, конечно, на копейке только задний привод, вот, поэтому не факт, что вытащит, но вот именно нам нужно это всё дело протестировать. Так, вначале, конечно, небольшая лужа такая, вот, но сейчас будет... Вот, давай, дядь Миш, попробуй вот здесь как. Хотя здесь, наверное, ты не застрянешь, да? Ну-ка. Нет, тут... О, слушайте, ну-ка, застрял? Да. Серьёзно? О, вот, вот, это уже интересней. И это, ребят, не самая большая лужа, если что, у нас будет дальше... Ой, подожди. Опа-на, вот это, вот это фиаско. Слушай, ну я тоже оставлю... Подожди, ладно, ладно, дядь Миш, сейчас я... Я сейчас схожу за машиной, я знаю, что здесь есть что-то такое. Так, сейчас посмотрим, ребят. Блин, сто лет я здесь на курай. Ух ты, ё-моё, царик, что здесь стоит-то? Да нифига себе. Смотрите, здесь какой трактор стоит. Вот это, вот это, да. Так, вот то чувство, когда взял какой-то незнакомый трактор. А давай, дядь Миш, ты на него садись-то, да. А я сейчас на своей копеечке. Идём такие, да, ребят, нормально такие? Снимаем главное, тестируем трактор мангуста, и тут хренакс. Это, нашли какой-то ещё трактор. Так, стоп, 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 давай, давай, вытаскивай меня. Ага, всё, нормально. Так, отцепляемся. Так, давайте, ребята. Теперь пробуем именно копейкой вытащить этот зюк. Вот это уже интересно. Но вот сейчас я застрял, потому что реально, ну, клиренс очень маленький. Очень. То есть, вот вывешиваться... Серьёзно тяжело. Так, стаём по чуть-чуть назад. Петрович, да, дядь Миша там сидит. Наглухо. Так, вот здесь надо взять разгончик, иначе я тоже застряну. О, а я вот сейчас вот в эту часть. Сейчас попробуем. Так, сдаём по чуть-чуть. Как-то так, наверное, да? О, есть, есть, всё зацепил. Так, всё. Дядь Миш, давайте пробовать. Так, я даю полный газ, и... И пипец, и сел. Просто... Кстати, смотрите, как круто было, ребят. Вот это реально была сейчас жесть. То есть, дядь Миш, ты видел? Реально. Вот смотрите. Мы сейчас, получается, давали газы, и мы находились как бы вверху. И копейка начала понемножку просаживаться. То есть, реально. То есть, сначала не было вот этих брызг, и мы по чуть-чуть. Ну всё, не вытаскивает. А давай назад чуть-чуть. Давай чуть-чуть назад. Ага, и я попробую сейчас разгончику. Вот тут зацеп появился, но... Всё равно. Всё равно, ребят, не получается. Не, вот всё. То есть, видите, лужа посильнее, и всё. То есть, легковая машина уже не может вытащить. И вот сейчас просто протестируем. Ага, протестируем. А если отцепить? А всё, и... Ребят, мы и копейку посадили. Ё-моё. Чё сейчас делать-то? А сейчас делать только одно. Надо дядь Миша отцепляться. Да, дядь Миша нужно отцепляться, и... То есть, я, точнее, отцепил. Опа, ну подожди, 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 нифига себе. Нихрена себе, смотрите, чё тут у Антошки под капотом. А всё, дядь Миш, как я, естественно, я не прицеплюсь. Это надо тебе назад как-то трактор отгонять. Ребят, смотрите, чё тут у Антошки под капотом просто. Во, можно МТЗ чуть подвинуть, его не жалко. Я думаю, так аккуратненько за задние колёса. Вот, я думаю, мангуст не заметит. Смотрите, чё у него под капотом. Ой, в багажнике САП стоит. Под запаской просто 4 баллона за киси. Вот это же скач. А под капотом-то чё, ё-моё. Под капотом-то обычный движок, там ничего такого вроде. Так, а у меня и СЭП кинь... А, всё, я отцепился. Всё, СЭП-ка где-то там. Надо на трактор садиться, пробовать цеплять. Сейчас попробуем, сейчас, ребят. Да, вот это мы тут сделали. Серьезно. А, вон она у тебя, ага. Так, сейчас я... Подожди, подожди, надо зацепиться. Сейчас мы... Сейчас мы Антошку вытащим этим трактором. Ах. Есть. Так. Всё. И сейчас надо Антошку вытаскивать. Оп. Чуть-чуть вперёд её вот так толканём. Всё, есть, вытащено. А, или сел. Не, всё нормально, поехал. Всё нормально, ребят. Ну что, что можно сказать по серии? Серия, мне кажется, получилась очень достойно. Надеюсь, вам понравилась. Мы постарались её сделать реально интересной. И вроде как интересную историю такую вам преподнесли. И показали, что, в принципе, легковой машиной можно вытащить трактор. Но и с какой-то такой лёгкой лужи. Для всего остального нужна уже такая мощная техника, серьёзная техника, типа ХТЗ, Ка-700 и всего остального. Ну что, ребятки, вот. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте нас поддерживать лайками. В этой серии я постарался, чтобы Петрович побольше общался. Ставьте за это лайки тоже. И обязательно ждём ваших комментариев. С вами был ваш Мангуст и Петрович. Всем пока-пока.